Братья-месяцы Первые дни весеннего месяца примечали. Вороны купаются ранней весной к теплу. Ранняя весна не жди добра. Тает снег с дождями к половодью. По поверью, в этот день нужно было выпросить у кузнеца горячих углей, чтобы потом рассыпать их в поле. Считалось, что раскаленные угли отпугнут нечистую силу, и поспособствуют хорошей схожести посевов. Само же кузнечное ремесло на Руси считалось искусством, связанным с чем-то таинственным, загадочным, но пугающим. А молодежь на Корнелии каталась с гор на санях. Существовала примета – кто дальше всех скатится, тот и будет счастливее всех. Хотите – верьте, хотите – нет. Но, говорят, в этот день только человек пустяковый и безответственный решился бы смотреть на падающие с неба звезды, так как увидевшего их обязательно постигала неудача, а то и вовсе умирал он сам или кто-то из его близких родственников. А еще знахари говорили, что если кто-то заболеет на льва Катанского, то проболеет еще очень долго. С давних пор падающие звезды на Руси воспринимались как предвестники чьей-то смерти и всевозможных несчастий, эпидемий, войн и так далее. В те времена звезды звались иначе, чем теперь. Заряница, деньница, утренница. А вечерняя звезда, первая появлявшаяся на небе, какова бы она ни была, всегда вечерница. Венера звалась Краса Пани, Марс Смертоносом, Меркурий Добропаном, Сатурн Гладоледом, Юпитер Кроломоцем. И, конечно, все они были либо прекрасными юношами, либо неземной красоты девами, летающими по небу со свечками или лучинами в руках, затевая время от времени веселые поднебесные хороводы. Одни звезды служили славянской богине утренней зари Зимцерли, другие подчинялись красному месяцу или божествам ночи. Но шло время, а с ним менялись представления наших предков об устройстве земли и тверде небесной, которая виделась им божьим теремом со звездами вместо окошек. Из каждого такого окошка смотрели на землю ангелы-хранители, наблюдая за людьми и записывая в особую небесную книгу обо всем хорошем и плохом, что успевал совершить человек за отмеренное ему время. Рождался у кого-то младенец, для него новое окошко в небе прорубалось, и также внимательно смотрел за ним. Теперь уже его ангел-хранитель, который у каждой живой души на земле был свой. А умирал человек, захлопывались небесные ставинки, и гасла его звезда, или, срываясь с небосклона, падала на землю. Люди богобоязненные при виде падающей звезды крестились, причитая «Аминь, аминь, рассыпься!», ведь падающие звезды называли в народе маньяками, считая их блуждающими душами грешников. Говорят, у зверей, птиц, рыб тоже ведь живые души. Звездочки были совсем крохотными, почти неразличимыми среди больших ярких звезд, сильных мира сего – князей, царей, королей. А беднякам и неудачникам освещали земной путь небольшие тусклые звезды. Оттого, наверное, и не могли они выбраться на светлую дорогу удачи и довольства. Бытовало и такое мнение. Теперь все это настолько сказочным кажется, что вряд ли может кого-то убедить. Сейчас некоторые люди верят, что их достатком, благополучием и счастьем не одна звезда заведует, а целые зодиакальные созвездия. И о том, что по этому поводу будут думать про правнуки, им пока нет дела. Люди с любопытством и надеждой вчитываются в свои гороскопы, накладывая их на свою жизнь, и радуются, если гороскоп предсказывает что-то хорошее. А на не очень в основном не обращают внимания. А ведь в стародавние времена всем нашим предкам с детства передавались знания о звездах и землях. Сейчас земли называют планетами, их расположение и взаимодействие. И люди знали, что можно делать в данное время, что нельзя, а что делать необходимо именно сейчас для гармоничного построения своей жизни. Кстати, тогда у земель были такие названия. Венера звалась землей Мерцаны, Марс – землей Орея, Меркурий – Хорса, Сатурн – Стребога, Юпитер – землей Перуна, а есть и другие земли со своими названиями. Знания предков огромны. Ищите, познавайте их, передавайте детям, делитесь ими. Жизнь станет глубже, ярче, полнее, осмысленнее и ценнее. И не только для вас. Братья-месяцы 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 Корректор А.Кулакова Людмила Братя-месяцы Калича Бwaćя-месяцы